Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем наш междисциплинарный образовательный форум, который будет посвящен препарату линвотинид, и в основном мы будем говорить о комбинации линвотинид с северолюмусом и вот как можно управлять нежелательными явлениями при статистическом почечном раке. Ну и самое интересное, что у нас сегодня мультидисциплинарная команда, у нас есть и кардиолог, у нас есть и дерматовенеролог, поэтому у нас есть возможность как раз услышать со стороны смежных специалистов, как они видят вот эти все побочные эффекты, они нам расскажут, как управлять токсичностью. Известно, что важный вопрос, так как назначая комбинацию, мы должны сохранять максимально возможные дозы для того, чтобы достигнуть наилучший ответ. И вот было показано, что именно те пациенты, у которых не снижалась доза с начальних тех режимов лечения, вот у этих больных как раз были получены лучшие ответы. Ну и я представлю наших участников. Это я, Гафанов Рустамаратович, старший научный сотрудник из российского научного центра рентгенорадиологии, эксперты Шаварова Елена Курбановна, доцент кафедры, извините. Здравствуйте, внутренних болезней РДН. И касательно доктора медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии, Центральной государственной медицинской академии прав делами президента, старший научный сотрудник Шатохина Елена Афанасьевна, и два клинических случая из клинической онкологической больницы города Ярославля и из Кузбасского клинического онкологического диспансера. Ну и начну я свою презентацию, такую общую, которая посвящена нежелательным явлениям при терапии теразинкиназными ингибиторами и при метастатическом почечноклеточном раке. Ну, известно, что, используя системную терапию при почечноклеточном раке, мы имеем три группы препаратов. Это теразинкиназные ингибиторы, очень такой большой перечень препаратов. Ну, вот основником стоит препарат Ленватинеп, который является мультикиназным препаратом, он воздействует на многие мишени, которые отвечают как раз за образование новых сосудов для опухолевой ткани. Вторая группа препаратов – это чекпоинт ингибиторы. Ну, это отдельная тема, я не буду сегодня касаться, так как известно, там абсолютно другой профиль токсичности. И третья группа препаратов – это МТОР ингибиторы, два препарата – Виролюмус и Тимсиролюмус, которые воздействуют на один из сигнальных путей, которые регулируют также образование новых опухолевых сосудов. И вот два препарата – Виролюмус и Тимсиролюмус, и касательно будем говорить о препарате Виролюмус, который как раз используется в комбинации Линвотиниб без Виролюмус. Ну, известно, что два препарата, два механизма действия, но понятно, что происходит суммация побочных эффектов. Понятно, что у каждого из препаратов Линвотиниба свой спектр токсичности, у Виролюмуса другой спектр токсичности, но в любом случае, достигая высокий ответ на фоне проводимой терапии, мы, конечно же, рискуем получить большее количество нежелательных явлений. Поэтому нам важно уметь, по крайней мере, знать и те побочные эффекты, которые могут появляться, и, по крайней мере, назначать сопутствующую терапию. Ну вот, в одном из крупных метаанализов было продемонстрировано, что здесь около двух тысяч больных, которые получали эти резинкиназные ингибиторы, энторингибиторы, было показано тот спектр токсичности, слабость, гипертония, диарея, ладонно-подошвенный синдром, ну, нарушения со стороны дыхательных органов, протеонурия, пневмонит и сыпь. Вот эти побочные эффекты, на самом деле, встречаются наиболее часто. Ну, а касательно данных исследования 205-го, где использовалась комбинация линвотиниб плюс эверолимус, было показано, что как раз при использовании вот такого режима лечения количество побочных эффектов, оно существенно больше, чем у тех больных, которые получали иммунотерапию линвотинибом, хотя в повышенной дозе, иммунотерапию эверолимусом по 5 мг раз в день, это в два раза меньше дозировки, которые используются у больных в рутинной практике, ну, по крайней мере, ранее использовалась доза 10 мг один раз в день. Ну, а как же происходило изменение при использовании препаратов в исследовании 205-м? И вот мы видим, что уменьшение дозы препаратов было регистрировалось в 71% случаев при использовании комбинации, в 62% снижалась доза при использовании препарата линвотиниб в повышенной дозе в монорежиме, и у каждого четвертого пациента снижалась доза препарата при использовании эверолимуса в клиническом исследовании 205-м. Временно отмена лечения была в 80% при использовании комбинации, в 75% при использовании линвотинибов в повышенной дозе, И у каждого второго пациента временная отмена была при использовании виролимуса в монотерапии. Ну, а касательно прекращения лечения, комбинация линвотиниб плюс виролимус не отличалась от линвотиниба в монорежиме. У каждого четвертого пациента прекращалось лечение и в 12% случаев отменялся полностью препарат виролимус в группе сравнения, где использовалась монотерапия препаратом. Ну, кроме того, можно говорить о том, что количество побочных эффектов было больше. Это можно также связать с тем, что длительность использования комбинации, она была практически в два раза больше, 7,6 месяцев против 4 месяцев в группе монотерапии виролимусом. Ну, а медиана интенсивности суточной дозы линвотиниба снижалась с 18 до 13,6 мг в сутки виролимуса с 5 до 4,7 мг в сутки. Ну, а процентное содержание начальной дозы было у 75% больных. То есть, все же, большинство больных могут переносить максимальную дозу препарата. Если резюмируют данные 205-го исследования, то мы видим, что профиль безопасности комбинации линвотиниб с виролимусом был менее благоприятный, чем профиль безопасности монотерапии и линвотинибом виролимусом. Это связано и с частотой общих и тяжелых нежелательных явлений и процента требуемого снижения дозы и частоты прекращения лечения. Следовательно, важно разработать надежный постоянный план для управления нежелательными явлениями, который позволяет больным получать пользу от комбинированного лечения без причинения вреда. Ну, а это может быть достигнуто при посредством использования междисциплинарного подхода, который привлекает больных и опекунов как до, так и после, так и во время лечения. Ну, и вот в этом слайде как раз и показано, что подавляющее большинство нежелательных явлений, которые встречаются при использовании комбинации, они могут быть контролироваться и при не только назначении каких-то лекарственных препаратов, но также при обучении больных. Ключевыми моментами в управлении токсичности является то, что если мы используем, как я говорил ранее, максимальную продолжительность и максимальную дозу при лечении таргетными препаратами, это связано с улучшением клинических исходов. Таким образом, нежелательные явления могут быть также ассоциированы с эффективностью терапии почечноклеточного рака, и цель как раз такого лечения поддержать при возможности дозу и управлять нежелательными явлениями. Ну, основные принципы являются то, что редукция должна быть использована у больных с третьей-четвертой степени нежелательных явлений, у которых нет уменьшения выраженности нежелательных явлений до первой степени при отмене лечения. Серьезные нежелательные явления должны лечиться агрессивно, ну и необходимо, конечно, мониторировать при лечении ингибиторами тирозенкинас, это и артериальное давление, и функции печени, ну а также проводить симптоматическое лечение дерматологических и гастроинфициальных нежелательных явлений сыпи, диареи и мукозитов. Итак, если пациентам планируется назначить лечение линвотенибом, то необходимо, это приблизительно 1-2 недели до старта лечения, это наилучшее функциональное состояние перед лечением. Во-первых, необходимо убедиться в хорошем функциональном состоянии, отсутствии возможных противопоказаний, иметь на руках анализы крови, это общий биохимический, а также общий анализ мочи, и функциональные показатели, это касается артериального давления. Кроме того, больных необходимо поощрять, следовать рекомендациям по модификации образа жизни, включая физические упражнения и сбалансированную диету. Начиная лечение, это первые 2 месяца, необходимо, опять же, учитывать и иметь данные о клинических и биохимических анализах крови и мочи, иметь данные артериального давления, внимательно следить и контролировать наиболее распространённые нежелательные явления, которые проявляются в первые месяцы лечения, а это касается и артериальной гипертонии, это диарея, это усталость, анорексия, потеря массы тела, тошнота, стоматит, протеинурия, ладоноподушинный синдром и повышение териотропных гормонов. Ну и, кроме того, известно, что начинать лечение диареи рвота ещё необходимо до потребности в приостановке. Нежелательные явления первой и второй степени не требуют прерывания лечения. Ну и касательно максимальной длительной контроли на заболевание, это более 3 месяцев после начала лечения, опять же, необходимо контролировать анализы крови и мочи, контролировать артериальное давление, также быть настороженным в отношении более поздних нежелательных явлений, таких как диарея, усталость, анорексия, потеря веса и протеинурия. Следуют и рекомендованные схемы уменьшения дозы, только если отмечены повторные эпизоды второй и третьей степени нежелательных явлений. Ну, существует общий алгоритм для прерывания или снижения дозы при нежелательных явлений, которые связаны с тирозинкиназными ингибиторами. Ещё раз напомню, что первая и вторая степень лечения не меняется, модификация дозы не производится. Если у пациента третья степень считается тяжёлой, то в этом случае прерывается лечение до восстановления, до второй степени. Если первый эпизод, то необходимо произвести попытку продолжить лечение в прежней дозе. Если вторая попытка, то снижается доза до тех пор, пока тяжесть не будет менее, чем первой степени. Ну и четвёртая степень крайняя. При наличии риска смерти рассмотреть постоянное снижение или прерывание. Ну, мы знаем опыт использования более таких ранних таргетных препаратов. Это связано, что с унитениб мы можем снижать дозу с 50 до 37 миллиграмм и до 25 миллиграмм в сутки. Кроме того, существует альтернативный режим. Это приём препарата две недели. Одну неделю пациент отдыхает. По запониб можно снижать дозу с 800 до 400 и до 200 миллиграмм. Это вторая ступень снижения. Ну, касательно оксетиниба, здесь доза 10 миллиграмм средняя. Она может быть как увеличена до 20 миллиграмм в сутки, так и снижена до 6 миллиграмм в сутки. Итак, касательно тех препаратов, о которых мы сегодня будем говорить. Линвотениб. Для линвотениба характерна кардиологическая токсичность. Это и снижение сократительной функции левого желудочка, снижение массы тела, потери аппетита и гипертония. Здесь существует несколько ступеней снижения дозы препарата. Первое снижение с 18 миллиграмм до 14 миллиграмм. С 14 миллиграмм до 10 миллиграмм это вторая ступенька снижения. И третья ступень снижения до 8 миллиграмм. Кроме того, мы можем совсем отменить препараты, если у пациента не проходят побочные эффекты. Причем виролимус сохраняется в прежней дозе при первых трех снижениях. И в последующем мы можем снизить виролимус дозе 5 миллиграмм через день. Для виролимуса характерно следующий побочный эффект. Это пневмонит, мукозит, гипергликемия, сахарный диабет, нарушение со стороны жирового обмена, инфекции, сыпь и стоматит. Здесь доза линвотениба сохраняется 18 миллиграмм. А виролимус можно снизить с 5 миллиграмм в сутки до 5 миллиграмм через день. Либо отменить препарат совсем. Ну и касательно комбинации. Для комбинации характерно вот 5 нежелательных явлений. Это усталость, остыния, диарея, протеонурия, ладоноподошенный синдром. Здесь первая ступень снижения это линвотениб с 18 до 14 миллиграмм. И виролимус можно снизить с 5 миллиграмм в сутки до 5 миллиграмм через день. Второе снижение, снижение линвотениба до 10 миллиграмм. Линвотениб отменяется со всех. Ну, говоря о тех нежелательных явлениях, которые мы все знаем. Артериальная гипертония встречается наиболее часто. При использовании линвотениба в исследовании 205-м было отмечено повышение артериального давления в 42% случаев. У каждого шестого пациента она была третьей и более степени. Во-первых, если мы больного берем на лечение комбинации, необходимо иметь целевые показатели артериального давления. Исходные, они должны быть менее 140 на 90 миллиметров ртутного столба. Если у больного артериальное давление повышается выше 160 на 100 миллиметров ртутного столба, то даже при использовании максимальных доз антигипертензивных препаратов следует прерывать лечение линвотениба. После восстановления артериального давления менее 150 на 95 миллиметров ртутного столба, мы можем продолжить лечение линвотенибом, но снижая дозу на одну либо на две ступени. Диарея также встречается наиболее часто, особенно это касается линвотениба. В 80% случаев у каждого пятого пациента это степень третья и более. И известно, что у пациентов мы назначаем лопирамид и можно назначить при любой степени, и при любой степени и в любой случае в диарее. Если диарея не контролируется лопирамидом, то следует прерывать лечение линвотенибом до облегчения симптомов и изобновить лечение в уменьшенной дозе. Касательно анорексии и снижения массы тела, у каждого третьего пациента отмечалось в исследовании 205, и третья-четвертая степень встречалась всего в 3% случаев. Но понятно, что больным необходимо контролировать аппетит и массу тела. Если у пациента происходит снижение аппетита второй или третьей степени, то мы можем купировать нежелательные явления прерыванием лечения или снижением дозы. Но возобновить лечение линвотенибом мы опять же можем только в сниженной дозе. И кроме того, можно назначить больным противорвотные средства, либо назначить энтеральное питание. Касательно уже сыпи ладоноподошенного синдрома, у каждого третьего пациента наблюдалось в 205 исследовании сыпь. И здесь мы делим пациентов наличие болевого синдрома, присутствие болевого синдрома. Но в любом случае необходимо начинать профилактическое лечение с увлажняющими средствами, обучить пациентов. Если имеется боль, то прерываем лечение линвотенибом, назначаем стероиды. После облегчения боли возобновляем лечение в уменьшенной дозе. Ну и еще одно побочное явление, которое все же имеет особый интерес, это протеинурия. Мы знаем, что если у пациента имеется протеинурия более 1 грамма в сутки, то это является достаточно таким очень нехорошим предиктором. И таким пациентом мы даже можем отменить лечение. Но в любом случае, если происходит повышение белка в моче, мы прерываем лечение. Если кроме белка в моче имеются отеки, поливральный выпад, осыт или увеличение креативной крови, то в этом случае лечение может быть прекращено временно. Но опять же, выполняем анализы мочи, смотрим за статусом больных. И в этом случае возможно уменьшение дозы препаратов, то есть возобновляем лечение, но снижение дозы препаратов. Но опять же, очень аккуратно надо было таких пациентов при наличии белка в моче. Ну и еще один побочный эффект. Он больше связан с эверолимусом и пневмонит. И опять же, больных необходимо информировать о признаках нарушения дыхания, уточнить, есть ли в анамнезе хроническая обструктивная болезнь легких, провести дыхательные тесты при отягощенном анамнезе. Ну и понятно, что те пациенты, которые получают комбинацию, и мы им выполняем не только КТ, но и рентгенографию легких, но если есть дыхательные нарушения, то эти исследования могут быть выполнены вне плана. Если у пациента нет симптомов пневмонита, то есть данные КТ и рентгенографии о том, что есть какие-то изменения в легких, то мы можем продолжить лечение, но опять же контролируя рентгенологические данные. Если у пациента есть симптомы пневмонита, то прерываем лечение. При исключении инфекционного характера воспаления и подтверждения эзенофилии, то у больных показано использование глюкокортикостероидов в дозе 0,25-0,5 мг на килограмм массы тела в зависимости от тяжести. Ну и воздавновить реверолюмус мы можем в уменьшенной дозе после восстановления до ГРЭЙТ-1. Ну и касательно резюмируя своей лекции, такая общая, которая посвящена нежелательным явлениям, которое мы видим при использовании комбинации линвотини и реверолюмус, можно говорить о том, что используя комбинации, чаще всего были те побочные эффекты, которые перечислены, это гипертония, это диарея, снижение аппетита и веса, быстрая утомляемость, ладонно-подошвенные синдромы, претенурия. Для каждых из этих нежелательных явлений разработаны рекомендации по управлению лечения линвотинибом, как следует назначать дополнительное лечение, когда следует прерывать лечение и когда возобновить. Для обеспечения длительного контроля заболевания, полную дозу линвотиниба необходимо поддерживать максимально долго, даже при возникновении нежелательных явлений, при дозном контроле нежелательных явлений. Но если необходимо прерывание лечения, предыдущая доза линвотиниба должна сохраняться до тех пор, пока поддерживающая терапия может эффективно контролировать симптомы. Но если пациентов информировать о возможных нежелательных явлениях и их лечения, то они могут получить полный эффект от терапии линвотинибом при минимизации рисков в отношении безопасности. Благодарю за внимание. Коллеги, у нас следующий доклад. Шатохина Елена Курбановна. Ну и почти, да. Мы же так давно выступаем вместе, что можно и так сказать уже. Да, Шаварова Елена Курбановна. Просто у меня в одной... Ничего страшного. Видны сейчас слайды, да? Да, все видно, все слышно. Можно докладывать, пожалуйста. Вы знаете, а если может, там просто анимации не будет. Я тогда... Анимации не будет, да. Сама открыть. Сейчас, давайте попробуем, вдруг получится. И тогда, если сейчас будут какие-то технические проблемы, пожалуйста... Я сообщу, я сообщу. Так видно? Все хорошо видно и слышно, можно докладывать. Отлично, отлично. Тогда, уважаемые коллеги, добрый день. Разрешите начать представление алгоритма коррекции сречесосудистых нежелательных явлений при терапии терозенкиназными ингибиторами. В первую очередь, суммарно, какие есть особенности этой вторичной гидрогенной артериальной гипертонии? Она не совсем типична, она не совсем такая. Ее течение несколько отличается от гипертонической болезни. Во-первых, конечно же, уже Рустам Айратович продемонстрировал, что артериальная гипертония является класс-эффектом всех терозенкиназных ингибиторов. Это самое частое нежелательное явление со стороны сречесосудистых системы на фоне лечения распространенной почечно-клеточной карциномы. И это самое раннее, как правило, нежелательное явление. В разных исследованиях продемонстрировало, что это либо первые дни, либо первые две недели, ну или, в крайнем случае, это первый месяц от начала терапии. И, к сожалению, это одна из частых причин либо редукции дозы, либо отмены терапии. И вот это очень обидно, потому что есть побочные эффекты, на которые мы повлиять практически не можем. Например, потеря веса, протеинурия, минимальное воздействие, профилактические мероприятия и только. Артериальную гипертонию мы можем эффективно лечить. Поэтому хотелось бы, чтобы нашими совместными усилиями все-таки артериальная гипертония и с достаточно частой причиной редукции отмены дозы теразинокиназных ингибиторов заняла какое-то менее почетное место в конце списка. Варьирует повышение давления от минимальных значений до удвоения систолического давления. И предсказать, у кого повысится давление, мы, к сожалению, не можем. Но в группе риска пациенты с наличием сердечно-сосудистых факторов риска, гипертония, инфаркты, инсульты, пациенты с ожирением, с сахарным диабетом, хронической болезнью почек. Вот такие сложные коморбидные больные представляют группу наибольшего риска. И очень важный факт. Пациенты иногда имеют перерывы в лечении по медицинским, по парамедицинским проблемам. Иногда препарат приходится отменять на какой-то срок или постоянно. Гипертония разрешается спонтанно практически на следующий день. Это абсолютно обратимая реакция. Поэтому пациент должен быть информирован о своевременной отмене и антигипертензивной терапии тоже. Позже пациент должен быть обучен тому, как правильно и безопасно осуществляют перерывы или остановку терапии. Тирозенки надными ингибиторами. Таким образом, вот такие мощные противоопухолевые препараты с достаточно широким спектром кардиотоксичности при своевременной, таком мультидисциплинарном лечении пациента с коррекцией давления, коллекцией нарушения углеводного, липидного обмена при наличии показаний может использоваться эта терапия достаточно безопасно, и пациент может находиться в относительно таком безопасном поле. Поэтому первый и самый главный фактор риска, который мы можем скорректировать, это, безусловно, артериальная гипертония. Это справедливо и для кардиологии в том числе. И когда мы обсуждаем прогноз на 10-15-20 лет у пациента, и это справедливо и для пациентов с таким вот достаточно ограниченным жизненным потенциалом. Почему? Потому что 2 трети инфарктов и инсультов случаются на достаточно невысоком уровне артериального давления, соответствующем первой степени повышения артериального давления. Поэтому прежде чем назначить пациенту потенциально кардиотоксичную терапию, мы должны убедиться, что у него либо отсутствует артериальная гипертония, либо мы добились целевого снижения артериального давления до начала терапии тирозенкиназными ингибиторами. Это может быть на фоне рекомендаций по модификации образа жизни, отказа от употребления соли, увеличению физической активности, ну и, конечно же, в комбинации с одной, а чаще многокомпонентной антигипертонизивной терапией. По классификации, принятой в онкологии, нужно сказать, что есть некоторые отличия от кардиологических подходов. В частности, важно обращать внимание при начале антигипертонизации тирозенкиназными ингибиторами не только на абсолютные цифры, не только на повышение артериального давления выше 140 и 90 мм ртутного столба, но и относительное повышение диастолического давления. Пациенты с исходной гипертонией при наличии повышения диастолического давления на 20 мм ртутного столба формально могут оставаться в диапазоне нормальных значений гипертонии, и тем не менее у них требуется начало антигипертонизированной терапии. В этом особенность. То есть пациент на фоне терапии тирозенкиназными ингибиторами не может просто дать ответ, у меня нормальное давление, я его контролирую. Пациент должен вести дневник артериального давления и пульса, измерять давление дважды в день и с этим дневником приходить на прием к онкологу. И если артериального, ну понятно, что это очень вариабельный показатель, но тем не менее, если мы видим, что такая тенденция наметилась к повышению диастолического давления на 20 мм ртутного столба, мы должны отреагировать и начать монотерапию. И как только мы подобрали два препарата для снижения артериального давления, формально это уже гипертония третьей степени. Вот в этом заключается такая вот сложная терапевтическая дилемма, потому что, с одной стороны, мы должны, в общем-то, начать уменьшать дозу, а с другой стороны, как только мы уменьшим дозу тирозинкиназного ингибитора, то и не будет потребности в многокомпонентной антигипертензивной терапии, поскольку как только мы снижаем дозу таргетного препарата, снижается и степень повышения артериального давления. Поэтому здесь как раз и требуется очень быстрый, слаженный подход к пациенту, онколога и кардиолога, для того, чтобы артериальное давление было скорректировано быстро. И таким образом это позволит пациенту оставаться на максимально эффективной дозе лекарственного препарата. Пациент должен быть обучен правилам измерения артериального давления, они представлены на слайде, иногда бывает не лишним обсудить это с пациентом. Кроме того, если мы невнимательно относимся к этому показателю, то мы можем пропустить артериальную гипертонию, что и было продемонстрировано в исследовании, опубликованном Азизе, который продемонстрировал, что при самоконтроле артериальной гипертонии выявлялось у 100% исхода нормотензивных лиц на фоне терапии с унитенибом. То есть это крайне важно проинформировать пациента о необходимости двукратного измерения артериального давления и записи этих измерений в какую-то тетрадку с подобием дневника представлено на слайде. Второй шаг. Помимо коррекции артериального давления, нужно обезопасить пациента от прочих кардиологических осложнений. В первую очередь, это оценка общего статуса, лабораторные исследования. Хочу подчеркнуть важность оценки электролитов. Почему-то в стандартный перечень обследований пациента, получающего какое-то противоопухолевое лечение, не входят электролиты. Между тем, пациенты с рвотой, пациенты с поносом, пациенты с возможным риском инфекции и, соответственно, получающие какие-то антибактериальные препараты и, кроме того, получающие тирозенкиназные ингибиторы, могут иметь повышенный риск электролитных нарушений, которые могут осложниться, в свою очередь, удлинением интервала КУТЭ и жизнеугрожающими желудочковыми нарушениями ритма. Возможно, каждый из вас вспомнит из своей практики, когда вроде бы лечение было достаточно эффективно, пациент отвечал на терапию тирозенкиназными ингибиторами, да, были какие-то желудочно-кишечные проявления, которые, в общем-то, корректировались препаратами, не очень-то контролировались электролиты, но в какой-то момент пациент скончался внезапно. Вот это, скорее всего, как раз внезапная смерть, обусловленная желудочковыми нарушениями ритма. Поэтому крайне важно контролировать уровень электролитов и в идеале не только калия, но и магния, и фосфора, и контролировать ЭКГ с оценкой корректированного интервала КУТЭ по формуле Фредеричи. Следующий важный момент – это оценка липидного спектра и глюкозы. Безусловно, с одной стороны, могут быть исходные нарушения углеводного липидного обмена, с другой стороны, дислепидемия – достаточно частое осложнение терапии тирозенкиназными ингибиторами. И если мы можем не реагировать на какие-то начальные проявления повышения холестерина липопрогноза в низкой плотности, то пациентов высокого риска, то есть это пациенты с диабетом, пациенты с аортокоронарным шунтированием и стентированием в анамнезе, с хронической болезнью почек, у этих пациентов крайне важно скорректировать все факторы риска, включая липидный профиль. Здесь, конечно же, поможет кардиолог. И эхокардиография. К счастью, систолическая дисфункция и сердечная недостаточность не относятся к частым осложнениям терапии тирозенкиназными ингибиторами, но тем не менее мы должны понимать динамику. Когда приходят пациенты уже с проявлением сердечной недостаточности и нет никакой информации для сравнения, крайне сложно бывает понять. Это осложнение терапии, которая должна быть отменена. Или это исходный статус пациента привел к таким вот осложнениям. Корректировка факторов риска предполагает все-таки вмешательство кардиолога. То есть если требуется назначение дисгрегантной терапии, назначение гиполепидемической терапии, достаточно много нюансов. В частности, можно, по крайней мере, сейчас поговорить о том, что в первичной профилактике мы больше не назначаем профилактические дозы аспирина. То есть пациенты без перенесенного инфаркта, инсульта, заболевания периферических артерий не нуждаются в профилактическом лечении тромбоасом. Это тоже нужно отслеживать. Иногда пациенты годами принимают эти препараты, повышая риск кровотечения, даже вот уже имея онкологическое заболевание. И поэтому с учетом того, что еще и риск тромбоцитопении возрастает на фоне терапии, нужно избавить пациента от лишних таблеток, как минимум. Ну и совместно с кардиологом принять решение у пациента высокого риска о своевременной начале терапии дисгрегантами и статинами. Продолжать измерение давления нужно на протяжении всего лечения и схему подбора терапии можно представить следующим образом. Если не было артериальной гипертонии в анамнезе, то препараты подбираются сразу же, как только у пациента повышается артериальное давление. И если гипертония имеется, то она корректируется до начала терапии терозенкиназными ингибиторами. В чем особенность? Это очень быстрая цитрация. Я уже об этом говорила. Если в рутинной кардиологической практике мы тетруем, повышаем дозы антигипертонизмных препаратов каждые 3-4 недели, здесь необходимо тетровать дозы каждые 1-2 дня. И комбинированная антигипертонизмная терапия должна войти в рутинную практику онколога, так же, как она вошла в рутинную практику кардиолога. Практически не осталось пациентов, которые получают монотерапию артериальной гипертонии. Это не должно пугать. Пациенты на фоне терапии терозенкиназными ингибиторами иногда получают 5-компонентную антигипертонизмную терапию, и это нормально. Целевой уровень давления, можно сказать, 140-90, там есть нюансы, но хотя бы на эту цифру нужно ориентироваться. Онколог должен назначить блокатор РАС и амлодипин. Если эта комбинация оказалась неэффективна, если на этой комбинации не достигнуты целевые цифры артериального давления, необходимо привлечь кардиолога к подбору антигипертонизмной терапии. Почему ингибитор АПФ, сортан и антагонист кальция? Это поскольку наиболее безопасный профиль. Запрещено использование верпамила, дилтиазема из-за риска лекарственных взаимодействий, диуретики из-за риска удлинения интервала ПТ. Данный слайд можно фотографировать, это просто будет очень удобно. Он может быть использован в рутинной практике, поскольку здесь перечислены препараты, у которых минимальный риск лекарственных взаимодействий при совместном назначении с тирозин-кеназными ингибиторами. В частности, это препараты АКОПРО, это препарат МИКАРДИС из блокаторов РАС, это АКОДИПИН, НОРВАСК из антагонистов кальциевых каналов, и, например, КРОВИДИЛОЛ из бета-блокаторов. Вот этот список лекарственных препаратов, которые могут использоваться безопасно для коррекции артериальной гипертонии у пациентов на фоне лечения тирозин-кеназными ингибиторами. И приостановка требуется терапия тирозин-кеназными ингибиторами в том случае, если сохраняется повышение давления больше 160-165, по некоторым рекомендациям и 100, несмотря на многокомпонентную антигипертензивную терапию до достижения цифр артериального давления целевых, и отмена антигипертензивной терапии должна проводиться своевременно при отмене или прекращении приема тирозин-кеназных ингибиторов, поскольку есть риск гипотонии. Пациенты с исходной артериальной гипертонией должны вернуться к своей прежней схеме. Пациенты, не получавшие ранее антигипертензивных препаратов, должны отменить препараты полностью. И два клинических примера в заключении. Пациентка 71 года с почечной клеточной карциномой, которая получала ленвотени в дозе 18 мг и виролимус. У нее развивается артериальная гипертония третьей степени, понос, стоматит, слабость, отвращение к пище. Она исходно получает кондесартан и небилит. Вот с этим она приходит на прием. То есть фактически используются субтерапевтические, я бы даже сказала, дозы лекарственных препаратов. Дозы повышаются до начальных терапевтических. Добавляется третий компонент для лечения. Тем не менее, эта схема тоже оказывается недостаточно эффективной. И менее эффективный небивалол заменяется на более эффективный корвидилол. Дальнейшая титрация происходит амлодипина. Таким образом, с шагом в 2-3 дня за 5 дней удается достичь целевых цифр артериального давления. То есть это очень-очень быстрая титрация. То есть фактически мы можем менять дозы лекарственных препаратов каждый день, каждые 2 дня. Но необходим контакт с пациентом для этого. Безусловно, хотя бы в режиме телемедицины. Второй пример. Здесь как раз пример, который демонстрирует, когда потребовалась 5-компонентная терапия. То есть не было достигнуто эффекта на теломесоартане, амлодипидне и корвидилоле. Повышена их доза. Поскольку не было желудочно-кишечных побочных эффектов, мы смогли добавить тиозидный диуретик. На 4-компонентной терапии также не было достигнуто целевого артериального давления. Потребовалось добавление максонидина. И только вот на такой 5-компонентной терапии, Арифам – это двойной препарат, содержащий эндопамид и амлодипин. Вот только на такой 5-компонентной терапии удалось достичь целевых цифр артериального давления. Через 3 месяца от назначения тиозидного диуретика удалось отказаться. Есть даже такое сравнение этой артериальной гипертонии с таким 9-м валом, когда вначале начинается такое штормовое повышение артериального давления, но потом оно постепенно, шторм такой вот стихает, и постепенно артериальное давление становится более управляемое. В настоящее время этот пациент переведен на другую терапию в связи с недостаточной эффективностью. Он получает серафениб сейчас, но тем не менее все время получения терапии линвотенибом гипертония была под контролем. Ну и поскольку нет анимации, то здесь мы вряд ли что-то разберем. Это просто еще один пример вот такой вот быстрой титрации антигипертонизивных препаратов, когда дозы менялись каждые 2-3 дня, и на такой тоже вот 4-компонентной терапии удалось достичь целевых цифр артериального давления. Вот последние цифры вы видите как раз. На этом я хотела бы закончить. Единственное в самом конце напоминание о том, какие есть причины удлинения интервала КУТЭ. Особое внимание требуют пациенты с рвотой диареи, получающие петлевые диуретики, пациенты с нарушениями электролитного обмена, и пациенты, которые получают список лекарственных препаратов, представленных на слайде, пациенты с гипотириозом. Вот у них крайне внимательно требуется оценка терапии. Рекомендательные документы по коррекции артериальной гипертонии тоже есть в презентации. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Если есть вопросы, то, видимо, позже можно на них ответить. Спасибо большое. Елена Курбанова, у нас есть время. Знаете, вот у нас был круглый стол буквально недавно. Мы как раз разбирали комбинацию линоватени пембролизума по больным в первой линии. И там вот такой термин – неконтролируемая артериальная гипертония. Когда этот термин прозвучал, что большинство экспертов, урологов, говорят о том, что такого не бывает абсолютно. То есть любую гипертонию можно контролировать. Вы согласны вот с таким или нет? Или все же есть такие формы гипертонии, которые невозможно корректировать даже тремя-четырьмя препаратами? Да, Рустем Айратович, существует так называемый резистент, неконтролируемая гипертония – это любое повышение артериального давления, пока мы его не отконтролировали. То есть это временная ситуация. А вот есть такой термин – резистентная гипертония. Она предполагает, что несмотря на трехкомпонентную терапию в максимальных дозах, включая тиозидный диуретик, не удалось добиться целевого артериального давления. Это крайне небольшой спектр пациентов. Они существуют, но, к счастью, их не очень много. Поэтому, да, есть такие пациенты, но в большинстве случаев мы можем подобрать лечение. То есть получается, что в 95% случаев мы можем контролировать давление, даже если у него повышается давление на фоне ленвотениба, максимальной дозы. Да, безусловно. Вы знаете, вот с 2016 года на моей памяти уже, наверное, около 100 пациентов, которые получали таргетные препараты. Я могу вспомнить одного-двух пациентов, у которых, несмотря на пять препаратов, все равно уверенности не было, что пациенты в безопасном поле. Ну, периодически выскакивали цифры до 150-160. То есть вот в частности пациенты с таргетными препаратами, это пациенты с очень тяжелой гипертонией, да, подчас гипертонией с высокими цифрами давления, но она, в общем-то, поддается коррекции. Да, спасибо большое. В нашей виде, как получается, вот мы можем назначить двойную иммунотерапию, либо назначить иммуно-таргетную терапию. То есть комбинацию с таргетом или два иммуно-препарата. И здесь вот, когда идет выбор, есть ли у больного гипертония, то мы ему не назначим иммуно-таргетную комбинацию, мы назначим ему двойную иммунотерапию. То есть здесь получается, что если мы скорректируем, то нет смысла, ну не то что смысла, целесообразности означать там один вариант лечения, а вот именно, а не комбинацию двух разных препаратов. Но это очень важное как раз замечание, и об этом должны все знать врачи, потому что, к сожалению, гипертония является противопоказанием к использованию таргетных препаратов. Я думаю, что это нет, и если мы назначим правильное лечение, то нормализуем артериальное давление, то пациенты могут спокойно получать там таргетные препараты. Хотя известно, что гипертония же на первом месте стоит из-за побочных эффектов. Спасибо большое, Елена Курбановна. Есть вопрос, кстати, удлинение КУТ-интервала чем чревато для пациента? Вот здесь вопрос Денис Олегович задает. Да, вы знаете, очень важный момент. Я уже попыталась в начале презентации упомянуть вот эти случаи внезапной смерти в вашей практике. Если вы вспоминаете, это, как правило, желудочковое нарушение ритма. Это такая тахикардия, так называемый, типа пируэта, когда из-за электролитных нарушений, из-за комбинации вот этих факторов, которые приводят к удлинению КТ, нарушается электрическая систола желудочка и запускается такое вот грозное осложнение, как желудочковая тахикардия, что приводит к остановке гемодинамики. И пациент внезапно умирает. Поэтому это крайне важно, это крайне опасно. Особенно у таких вот комборбидных пациентов с желудочно-кишечной токсичностью, да, которые получают, в частности, противорводные препараты, да, имеют электролитные нарушения. Об этом нужно помнить всегда. Знаете, вот вы можете чат открыть, там вопрос, я не понимаю, то ли ошибка в вопросе, есть ли... МАБы без повышения... А, ну, моноклональные антитела, видимо, имеются в виду, да, вот эти таргетные препараты. Вы знаете, ну, это вообще класс эффект, то есть в той или иной степени во всех исследованиях имеется повышение артериального давления, но на тирозенкиназных ингибиторах. Но МАБы, это, видимо, не волумаб имеется в виду, или что им, да? Это, видимо, не протирозенкиназные ингибиторы. А можно уточнение? Да, про... Подождите, при... Про МАБы или про НИБы? Ну, так бы написали, что при иммунотерапии. При иммунотерапии она не вызывает повышение артериального давления. Да, там другие проблемы. Там совсем другие побочные эффекты. Ну, здесь еще насчет электролитов что-то... Да, вот уже... Да, да, да. Вот, пожалуйста, электролиты не входят в стандарт. Видимо, что-то нужно пересмотреть в схемах обследования. Механизм гипертонии на фоне, опять же, имеется в виду, наверное, тирозенкиназных ингибиторов. Он известен. Это, в первую очередь, дефицит синтеза оксида азота, то есть основного такого периферического воздилататора, и повышение синтеза вазоконстрикторов. То есть наши мощные периферические вазодилататоры, блокаторы РАС, антагонисты кальция, они как раз и направлены на то, чтобы решить эту проблему патогенетически. Поэтому это наиболее эффективная предпочтительная терапия. А вы знаете, у меня вот у вас такой большой опыт именно борьбы с гипертонией при назначении таргетных препаратов. По вашему мнению, происходит кумуляция давления? Допустим, первые полгода не было высокого давления, а там через 6 месяцев у него там начинается гипертония, усугубляция. Есть такое или нет? Нет кумуляции или есть кумуляция все-таки? Вы знаете, по моим наблюдениям, как раз наоборот происходит. То есть, как правило, поначалу это очень плотный контакт с пациентом, это быстрая смена терапии, это такие значимые цифры повышения давления. Потом как-то давление стабилизируется, и через какое-то время эти пациенты появляются с вопросом, а вы знаете, у меня даже давление становится низковатое, и мы какую-то часть препаратов отменяем. То есть, скорее всего, это абсолютно вот такое сиюминутное воздействие на эндотелий, когда пока, почему иначе так быстро уходит гипертония после отмены? Ведь фактически на следующий день уже давление не повышается. Но в крайней степени это на второй день, когда пациенты, отменив тот же самый линвотениб, не имеют повышения давления уже. Любые отсроченные реакции, они бы так быстро не исчезали, если бы речь шла о структурной перестройке. Поэтому это абсолютно вот такая вот динамическая вещь на уровне синтеза вазоконстрикторов эндотелием, видимо. Ну, вот совсем свежий пример, спасибо большое, свежий пример. У меня пациент получает комбинацию линвотенид-певеролюмус и это Владимирская область. И у него имеется тромбоз. Тромбоз, ему отменили комбинацию, сказали комбинацию нельзя, вот мы вам назначим позапонит. Вообще это как правильно или нет? Тромбоз является каким-то противопоказанием? Это не опухолевый тромбоз? Вы знаете, нет, тромбоз является показанием для его лечения, для назначения антикоагулянтов и вполне возможно сочетать и антикоагулянты, и антигипертензивную терапию, и возобновление таргетной терапии. Возможно, у пациентов с тромбозом. Таких пациентов, в общем, достаточно. То есть тромбоз не является противопоказанием к использованию комбинации, то есть мы можем продолжать лечение. Но я так и сказал. Вы понимаете, если это какая-то острая ситуация, тромбоэмболия, там, ну, в общем, мы должны прервать, безусловно, лечение на какое-то время, справиться с острой ситуацией. А если это просто случайно выявленный тромб, там, в венах нижних конечностей, например, в бесплатации, то это не является каким-то противопоказанием. То есть надо разбираться все-таки. Это было как раз и нижней конечности, как раз. Отек был, то есть остро это все возникло, да? Да, сейчас прошло уже у него. Вот, то есть когда это все остро развивается, безусловно, нужно сделать перерыв. А потом, когда мы пациента через 2-3 недели выписываем и переводим на поддерживающую дозу антикоагулянтов, он вполне может возобновить терапию, конечно. Да, спасибо большое. Здесь еще какой-то, то есть обмен азота. Это что имели в виду? Не азота, а оксида азота. НО. Ну, спасибо большое, Елена Курбановна. Как всегда, все понятно и ясно. И на все вопросы вы отвечаете просто подробно очень. Спасибо большое. Спасибо. Ну, мы двигаемся дальше. У нас на очереди Евгения Афанасьевна, да? Она подключается у нас. Я начну докладку, не слышу обратной связи, но, судя по лицу модератора, меня слышат. Итак, алгоритмы демидератологических проявлений желательных явлений. Конечно, ассоциированный дерматолог в помощь химиотерапевту, врачу-анкологу, онкологу сейчас необходим, потому как таргетные препараты не могут не действовать на кожные структуры. Кожные структуры, так же, как и криптокишечник, а так же, как и правитворение, это те гипопоэтические клетки, я имею в виду. Это те клетки, которые сохраняют пролиферацию на протяжении всей жизни. И блокада, таргетная блокада сигнальных путей не может высказываться на состоянии кожных покров. На данном слайде приведены примеры. В зависимости от блокады тех или иных теразинки масс разворачиваются различные проявления кожных изменений, которые зачастую похожи на какие-то хронические дерматозы. Но при ингибиторах от G1, так и подобные, если ингибиторы от гонгиогенных факторов, чаще всего это ладонно-подушевный синдром или ладонно-подушевная реакция, потому что это естественная реакция кожных структур на блокаду рецепторов вазоэндотелляльного фактора роста или тембокситарного фактора роста. И, соответственно, при различных комплексных подавлениях сигнальных путей мы видим различные проявления даже до доброкачественных и злокачественных опухолей. Но это часто бывает при использовании гибиторов графа. Что касается инселективных антиангиогенных факторов, это препаратов, это чаще всего сарапинит, он является лидером по развитию ладонно-подушевного синдрома. Ну и дальше это вставлено в красной рамке. Но вы видите, что список препаратов, которые вызывают кожные реакции, даже не столько кожные токсические реакции, а именно кожные, именно опосредованные реакции, расширяются. К ним присоединяются и лунные препараты. Вот они представлены в нижней части слайда. И начнем мы разбор кожных реакций именно с пальмамо-плантарной эритродизостезии. Именно под таким названием ладонно-подушевный синдром и ладонно-подушевно-кожная реакция зарегистрированы в общих терминологических критериях и желательных явлений. Но имеют различия как по клиническим приоритетам, так и, соответственно, по лечению данных изменений. Ладонно-подушевный синдром мы традиционно называем измерение кожи ладоней и подушек в ответ на традиционную химиотерапию. А вот реакция на таргетную химиотерапию. Клинический пример. Здесь видите диффузное поражение, шелушение, повышенная чувствительность. Это на капецитабин реакция. А вот реакция на лимботинид. Здесь, ну, так скажем, забегая вперед, скажу, что тут пациент не соблюдал, не соблюдал, конечно, вот такая рекомендация его профилактики и он действительно оказывал такое давление местное на вот эти участки, которые вызывают не диффузные покраснения, а такие плоские обозалелости. Очень болезненные, потому что одновременно с появлением кожи возникает и более-менее болезненные. Разные степени тяжести. Конечно, они в основном заграничиваются по влиянию на повседневную жизнь. То есть, если нет боли, естественно, первой степени, что является контактная болезненность, это ограничение повседневной активности и третья степень, это пузыря тёлки, естественно, запрошла ручную боль, ограничение самообслуживания. Третья степень. Как я уже говорила, что сарафинил из этой группы препаратов оказывается у меня часто нежелательное воздействие на состояние кожных покров, то есть сыпь, резонка, аппетция, или патинит на грубоком фоне, вот она поточной кожественной реакции. Третьи, 32% это первый, второй, и третий, четвёртый, это перелит процента. Ну, то есть не так часто. Но очень важно в данной категории пациентов соблюдать профилактику. То есть, конечно, должно быть эффект, чтобы онколог, фимиотерапед не тратили время на объяснение элементарно, ну, достаточно элементарно с точки зрения дерматолога, рекомендации по профилактике ладоноподушно-хожной реакции. Обследование смягчить угловить и грубевший, но не среды. То есть не должно быть травматизации, не должно быть грубой, не нужно быть грубой педикюр, маникюр, когда мы учили подрежать кутикулы, щепчиками, или там вилкой травмировать область пяток. Увлажненность кожи, носить удобную обувь и там к оптебыважные на стене, перчатки, чтобы избежать повреждения, если всякие кожи получают измельченные сухие. Лечение ладоноподушно-хожной реакции первой-второй степени по рекомендациям русска. Но тут, конечно, я не могу мне выйти в некоторой неточности, хотя, конечно, очень и все логично в плане первой-второй степени. Единственное, что меня расстраивает в этом в этой рекомендации, чтобы на второй степени уже редукция дозы препаратов оказывать. Конечно, если объединиться с дерматологами, которые умеют назначать адекватную терапию, поддерживающую, редукцию препаратов проводить не стоит и незачем. Потому как, конечно, наружные препараты, их огромный спектр, разное все действия гортикостеронных препаратов, дают возможность продолжить терапию без редукции дозы, тем более ее отмены. Но тут мои подсказки. Мои подсказки анклотом, потому как при составлении рекомендации русла авторы, к сожалению, не могут использовать коммерческие названия. И даются, конечно, непоконтованно международные, иногда зашифровывая такие общеизвестные коммерческие названия, которые активно пользуются тормозовую в своей практике. Ну, например, жидночили вакунует, какие-то патрифонные 17-битерат. Это не гикрокортизонный ацетат, слабый кортикосторон. 18-битерат это уже средний сильный препарат. Плобитазонный битерат является самым сильным нарушенным кортикосторонным. Коммерческое название мазберновит и кловей. Удереть немножко по-другому. Оба этих кловей как раз поменьше препарат куберновит. И дальше способы применения, нанесения. Вот, может для профилактики если кто-то обратил внимание, антиоксиданты есть пленка. Была такая пленка и это мима. Но, к сожалению, сейчас она отсутствует у нас в аптечной сети. Можно использовать большое количество препаратов с антиоксидантами свойствами наружу. И я думаю, что вы видели, что в аптечной сети огромное количество стендок, с лечебной косметикой, французской, немецкой, даже говорят, корейские, японские марки. И, конечно, там такой арсенал достаточный докупирование тем более на первой степени кожной токсической реакции до лотоноподушины и до лотоноподушины изменения. Что касается третьей степени, здесь уже рекомендуется прекратить терапию снижением токсичности, а затем редукцию козокопората. Ну, конечно, для пищи драматолога, которые занимаются уже не первый год, но я считаю, что нужно не допускать развития третьей степени лотоноподушины кожной реакции. Это абсолютно достиженная цель. ошибка вот в этих рекомендациях. Антибактериальные препараты при третьей, четвертой степени. Рукомичная репридуциновая масля не пугирует в 3-4 степени, это понятно, но я думаю, что просто это техническая рекомендация. А вот дальше рекомендация абсолютно точная. Наоборот, мы не подскажем для анколога. Картикостероиды в комбинации. Комбинация бывает разная. Но, в принципе, вот эти скомбинированные нарушенные препараты, они могут включать антибактериальный препарат и антимикотики, которые это групповый препарат. И вот в данной комбинации ветрометазон конецепатизм патриона. Патрион является аналогом металлина Д, который влияет на пролиферацию и активность эпидермиса. Поэтому такая комбинация дает возможность быстро восстановить кожного покрова. Мазик дайвовик. Но я так думаю, очень долго были онкологи решали, что это за мной. Следующая загадка. Местный комбинированный бетаметазон и кузидовая кислота. Куцикол. Есть еще куцидин Г, там гидрокартизон и кузидовая кислота. Немножко слабее, но тоже с хорошим агентериальным эффектом. Ну и, наверное, самый распространенный препарат гидрокартизон, генокартизин, агенокартизин это крем пилококол. Тут такое умеренное воздействие. Хотя, конечно, для третьей степени токсичности я бы рекомендовала комбинацию бетаметазон, генокартизин и клатримазон это известные приметы в комическом названии 3D, а 3D, ДК, бетокартизин клатримазон. Ну и, конечно, безболивающий. Сюда же можно добавить еще, наверное, укламиевит. Он содержит ксоцилин, бетокаин и телурацин. Пациенту очень нравится. Так как 2D наказывает обезболивающий эффект, а основа препарата достаточно хороший смягчающий такой ингредиент, то цепи быстро достигает облегчения. Конечно, после этого происходит и другие ранозаживляющие препараты. Конечно, хочется демонстрировать собственные исследования в этом направлении. Это пациенты, которые принимают диабетер трон-докаминокаптеров и в 100% случаев, конечно, как уже наверное выше указывали, идет скошенная выборка. Потому что мы видим только тех пациентов, которые имеют кожную токсическую реакцию. Поэтому у нас ладонно-подошвенная реакция в 100% случаев. И различные степени. И, конечно, именно это нежелательно убили. Больше всего влияет на качество жизни. Мы видим ладонно-подошвенную реакцию изучали и лакомолугию, и развуковые слепания. И обнаружили достаточно друг лаконально- хорошее не будет процепуляции. Но сам принцип действия в предаппаратах идет к таким изменениям. Поэтому кожа становится чувствительной давлением, трением. Мы предложили схему лечения. Обратите внимание на группу 2B. Здесь, конечно, базовая терапия. Базовая терапия это то, что должны использовать у всех пациентов лечевая терапия. Это эмолент, лепидорасполняющий крем, крем, содержащий 10-ти пациентов лечевина, на очаге повышенной сутрости. То есть в 12-й неделе они все принимают. Кроме этого, пациент поддоровит 2-й лепидорасполняющий латон, 600-миллинг рамп или препарактер теоретический пациент патриотиона ТВН один раз в день 4 недели. Витаминфазон с кальпиз патриотом комплект это деймопед, а фасоциент урозной лепидорасполняющий это окланилим. Кроме того, для достижения эффекта они изначально еще поддерживающие низкоэклицейную лазерную терапию. И в сравнении с группой 2А2B, где препараты использовались в первой минуте согласно русской рекомендации, во второй без как раз поддержки терапии в кодове биомодуляции. Группа 2А2B достигла наибольших результатов, достоверно отличались данные по субъективным, объективным показателям и, конечно, по ютоксу качества жизни. Группа 2А2B и землами патриотиона. Мощный пример быстро достигла результата. На втором неделе выдели отторжение покрытише пузырей и дальше это биомодуляция поддержания эффекта при сохраненном усе. То есть глилотинир это продолжает принимать заданные дозни без изменения репутации. Паронихии трещины, конечно, не соответствуют алогенному художественному синдрому, поэтому не могу о них не сказать, но трещины это глиническая картина понятна. Тут, конечно, очень тяжело переживает этот центр, очень плохо зажимают наоборот химиотерапии и корехимиотерапии. Вот рекомендации РУС, которые подсказки имеют красного цвета, гидропартизонная лецинка, лецинк, пепиновый порт. Да, я еще не могу сказать про гидропартизонную маску. Очень многие рекомендуют. Гидропартизонная маска самая слабая из всех лакосторовиков. Поэтому леков возможно подпылать и назначать. Ну и легкой первой степени химиотерапии Дальше, конечно, нужно усиливать лакосторов. По согласной рекомендации МАСК очень интересная какая-то ассоциация по обобщению данных специалистов поддерживающих терапию. И мы видим, что здесь тоже есть свои рекомендации. И бывает они перенесены от рекомендаций по кожно-токсическим реакциям традиционной химиотерапии на кожно-токсические реакции табельной терапии. Мы иногда используем данные исследования, которые выполняются исключительно для пациентов, понимающих таргет. Крещеная кожа маска. Здесь, конечно, очень часто мы используем стероидные и стероидные пластыри или жидкие клеи, которые заклеены. Но можно, конечно, и активно использовать крем содержанием оксида цинка и крем содержанием мочевины. Но надо быть аккуратным, потому что именно мочевина, которая входит в состав натурального увлажняющего фактора, то есть у всех она у нас есть, и формирует вот эту защитную увлажненную пленку. Но ее процент может быть разным, потому что он может корректировать как сухость кожи, так и раздражать при повышенных травматизациях. Вы вот видите проявление сухости, сначала первая, вторая, третья степень, это, конечно, уже полное обрушение кожного барьера и быстрое письменное вторичное инфекция. Нарушается вся архитектоника эпидермиса, и, конечно, кожа становится беззащитной для любых катагенов, которые возникают. Поэтому я еще раз повторюсь, что базовый антокромс это назначение импедрационных чертейнов. Здесь акцент на гремах с ночевыми от 10 до 40 процентов. Если 40 процентов это, конечно, пятки, или, может, локти, колени, несколько жалчей метров, 3-5 процентов это увлажняющие, 10 процентов на чеки повышенной сухости. Но вот тромб объединяет как масса, нельзя наносить антокрозированную перетематозную кожу. Хотелось бы остановиться на мукозите и стоматике. Потому как это также сопровождает терапию тронгиогенов и тронгиогенов лукав. Итак, мукозит. Мукозит повреждение всей слизистой астоматик локвально поражение оральной пламости. И вот оральный мукозит это получается боль при приеме пищи полученного необходимости литерального паралитерального питания. конечно тут еще присоединяются вторичные мукозиты, которые распространяются глубже и уже появляются желудочно-кишечные проблемы, рот, диареи и так далее. И химические примеры из практики соответствуют конечно тяжести. Причем покраснение, потом появление всех лукозитных гонок, потом изменены тратические дефекты. И процент появления стоматита при использовании лимитимина. Но достаточно часто, поэтому конечно тут лучше проколактировать, нежели потом отчаянно сражаться с извинениями мукозитов. в другом церкви также и слезы стоматитит. Тяжесть, покраснение и вторая степень это конечно то, что нужно проверять, лечить и профилактировать. Поэтому конечно осмотра слизистой тоже немаловажная причина. Ну а дальше конечно рекомендации. Тоже можно эти листовки так по профилактике не только ладонной подушины можно реакции к сирозам. Ну и стоматит. Используем мягкие щетки, умеренные температуры. Привыки к горячей кофе, горячей чай. Ну и конечно такие твары ромашки. Они готовы есть для этого обварить ромашку, разбавлять ее. Есть ротокан, ромазулан. Ротокан предпочтение чем ромазулан. Ромазулан не спиртовой основной. Ротокан он на годной основе разводится по себе это единое место. Хотелось бы обратить ваше внимание на рекомендации по профилактике стоматитного козита, которые разработаны как раз в Международной Ассоциации по поддерживающей терапии ракового козита. И здесь мы видим уровень доказательности, что очень приятно. То есть не просто верь, что делает для борт, что делает для учения, а здесь мы видим, что не флороксидин используется как противовоспалительный препарат, а гензидамин это рекомендация в 2020 год и я думаю, что можно антелерет ежедневно полосками. Криотерапия мы видим обучающую терапию также в общении рекомендации для лучевых также рекомендация факта агуститерокиноцитов это трансплантация пенопатического стоматия. Хотя в многоходных стационарах возможно и это использование. очень интересное исследование которое видите сейчас в результатах вошли рекомендации по профилактике люкозитов стоматитов это фотобиомодуляции я уже поняла наше исследование а теперь мы видим что низкоэпенсивная лазерная терапия используется даже при профилактике стоматитов связанных с ничью терапией головой и шеей то есть она оказывает безопасное влияние на связи с такой поиск у нас и поэтому конечно включение других локализаций конечно можно использовать и здесь очень важно что не просто низкоэпенсивную лазерную терапию рекомендуем но и разработаны определенные параметры использования то есть по сути дозировки влияния размеры плотности лечение лечение локализе когда уже появился локализин тут конечно тут конечно сложно сложно потому что не каждый пациент все выполняет конечно есть препараты которые топические защищающие слизистую бабочку очень известный стоматолог хоробаза литамин Е получается два круглых исследований хотя почему литамин Е не оказывает у нас раздражающего литамин Е явные антиоксиданты оказывают системное обезболивающее также можно использовать морфия у нас к сожалению нет препаратов полоскальный раствор для полоскальной растворной клости морфия наверняка это оказывается в будущем те но это не доступно пациент больше ну и закончить с литамин я бы хотела препараты которые не рекомендованы для протилактики лечения стоматики хоробексидин на это хочу обратить внимание потому что настолько сейчас популярный препарат в виде перенестина и других аналогов и конечно пациент просто все обрабатывает этим антисептиком который не очень хорошо нуждает на следствие пересушивать усиление стоматики генеталин паралитеральный стоматики службы в основном тоже была такая рекомендация жила для того что было и селиться селинацией и смягчить селинство 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 тоже нежелательный использование и теперь послепление составляют малак селинство и препарат тоже только разработали специально для антологических пациентов пока Россия не зарегистрировала мы выбираем стартную консультацию и селинство и селинство и селинство и я оставляю свои контакты и контакты с спирантами потому что работаем и консультируем пациентов бесплатно поэтому вы будете вести в селинство спасибо большое Евгения фантастиновна у вас что-то так плохо слышно было вас там с микрофоном или как все слышно было но тихо может звук там усилить ну знаете у меня один вопрос его будет потому что вы все очень подробно объяснили это так же как и при гипертонии по вашему мнению у нас есть большой спектр препаратов которые могут использоваться при кожной токсичности если вот на вашей практике такая токсичность которая не купировалась бы абсолютно никак и всеми возможными способами которые у вас были вот ваши практики были такие случаи и а как раз с препаратами пембролизума не в ума да с ними на пембролизума был булезный термотин который конечно является самым серьезным термотин нежелательным симптомом который конечно требует остановки терапии вот касательно таргетной терапии то есть вы гарантируете что любую кожную токсичность можно купировать так получается если рассматривать в проекте линвотинила то то да я не видела таких нежелательных явлений на линвотиниле которые не купировались бы наружные препараты или скажем так работой с пациентом потому как каждый пациент конечно имеет свою специфику он начинает ручной использует ботинки не те надел если пациентам работать объяснять быть постоянно доступным для него то можно предоставить очень много желательного времени спасибо большое Евгения Афанасьевна но сейчас самое интересное у нас будет клиник случая мы как раз можем отрегулировать вот эту мультидисциплинарную команду и первый клинический случай из Ярославля Екатерина Вячеславовна вы готовы? так вы не включили звук кстати добрый день уважаемые коллеги сейчас две секундочки добрый день уважаемые коллеги разрешите вам доложить наш опыт Ярославля лечения комбинированной терапии метастатического рака почки но действительно опыт у нас тоже немаленький комбинации ЛНВТ-ниповиролимусов один из таких клинических случаев хотелось бы рассказать поделиться с вами послушать ваше мнение наверное что вы нам посоветуете с точки зрения терапии с точки зрения дерматологии и первое что так хотелось бы рассказать о нашем пациенте пациент у нас в принципе молодой 1978 года рождения ему был поставлен диагноз злокачественного образования левой почки в 2016 году изначально диагноз звучал как рак левой почки Т3БН2М0 четвертая стадия среди клинически значимой сопутствующей патологии у пациента была язвенная болезнь желудка в анамнезе в период ремиссии ожирения а также ляпаратомия как по поводу проводной язвы желудка и липома кардиозофагиального синуса жировой гепатоз печени со слов пациента наследственность пациента была не отягощена никто из ближайших родственников никогда не болел за качественными новообразованиями но на данном слайде я не просто так его ставила в середине действительно своего клинического случая а хотелось бы наверное еще раз привлечь всех внимание о том что когда мы говорим о раке почки и выборе лекарственной терапии или хирургического лечения мы все-таки должны прежде всего пациента определить его прогностическую группу с учетом его уровня гемоглобина скорректированного кальция по альбумину статуса по корновскому время от начала постановки диагноза до системной лекарственной терапии а также уровня лдг на основании чего все пациенты нами будут разделены в три группы это благоприятный прогноз если ноль факторов промежуточный 1-2 либо плохой ну действительно это такой важный сейчас показатель который важно оценивать всем пациентам с метастатическим раком почки в нашем случае пациент был проанализирован его уровень гемоглобина был 152 корректированный кальций мы рассчитывали что он был в норме соматический статус по корновскому у него был 90 а время от диагноза до начала системной терапии я вам чуть-чуть попозже расскажу уровень лдг был в принципе в пределах нормы 162 ну как все начиналось у нашего пациента в октябре 2016 года пациент резко у него появилась примесь крови в моче и с клиникой макрогематурии он был госпитализирован в урологическое отделение макрогематурия со слов пациента наблюдалась в течение двух-трех дней по данным дополнительного обследования которое было проведено пациенту в октябре 2016 года по данным УЗИ выявлено образование левой почки с инвазивным ростом инвазии в левую почечную вену признаками флотирующего малого тромба в нижней полой вены для уточнения распространенности процесса пациенту выполнено КТ органов брюшной полости из-за брюшиного пространства там также подтвердилось признаки крупного образования среднего сегмента и с переходом на нижний сегмент левой почки неоднородной структуры неравномерно накапливающий контраст кроме этого у пациента был крупный тромб нижней полой вены тогда с учетом его прогностической группы пациенту было выполнено хирургическое лечение в объеме ляпаратомии нефроэктомия слева спленэктомия далее пациент наблюдался по месту жительства по результатам гистологического исследования у пациента пришел светлоклеточный гидронефроидный рак левой почки альвеолярно-клеточный вариант с очагами массивного некроза опухоли и прорастанием капсулы далее пациент как я сказала уже после операции наблюдался по апрель 2017 года в апреле 2017 года пациент в плановом порядке обследовался у нашего уролога по месту нашего уролога в областной онкологической больнице и по данным компьютерной томографии у пациента выявлено прогрессирование заболевания в виде образования двух надпочечников мягкотканной структуры неравноверной формы с неравномерными бугристыми границами размером достаточно крупной до 3-4 сантиметра в диаметре в одном надпочечнике и соответственно практически 6 на 6 сантиметров в другом надпочечнике неоднородной структуры плюс у пациента визуализировались увеличенные лимфатические узлы поясничной группы в наименьшем диаметре до 13 мм пациент был представлен на врачебную комиссию там пациент был рассмотрен с учетом прогрессирования заболевания пациенту рекомендовано проведение палеоактивной лекарственной терапии тогда в тот момент у нас было клиническое исследование в компании Pfizer где пациенту в первой линии со светлоклеточным раком почки назначалось либо комбинированной терапии авилума плюс оксетиниб либо сунетиниб в монорежиме соответственно с 22 мая по 2017 года по 13 мая 2019 года пациент проходил лечение в рамках данного клинического исследования получал авилумаб в дозе 950 мг то есть 10 мг на килограмм плюс оксетиниб 5 мг 2 раза в сутки с учетом хорошей переносимости 5 мг 2 раза в сутки пациенту было выполнено повышение дозы препарата оксетиниб до 7 мг в сутки а еще что отметит что пациент и 7 мг в сутки 2 раза в сутки получал в принципе хорошо переносил когда мы попытались выйти на 10 мг 2 раза в сутки в этот момент у пациента развелись нежелательные явления в виде ладонно-подошвенного синдрома которые нам не позволили оставить его на 10 мг 2 раза в сутки мы вернулись к 7 мг 2 раза в сутки и с этого момента пациент продолжал прием в дозе 7 мг 2 раза в сутки до 15 марта 2018 года в марте препарат отменен был в марте 2018 года в связи с тем что по данным компьютерной томографии при прохождении плановой оценки динамики у пациента было выявлен тромбоз правой ветви воротной вены также пациенту было выполнено в качестве дообследования УЗИ где также подтвержден тромбоз правой воротной вены пациенту был отменен окситениб мы связали это с приемом окситениба хотя здесь действительно вопрос такой дискутабельный связано ли это с окситениб либо нет но мы в тот момент хотели сохранить пациенту первую линию лекарственной терапии комбинированной либо монорежим уж иммунотерапии а не отменять либо переходить на другие варианты лечения и соответственно мы обсудили пациента и приняли решение проведения ему монотерапии авилумабом при отмене окситениба по май соответственно 2019 года в августе уже 2018 года у пациента по данным контрольной контрольной томографии брюшной полости грудной клетки малого таза действительно мы выявили прогрессирование заболевания подтвержденное центральной лабораторией по нецелевым очагам но пациент в принципе соматически у него изменений не произошло пациент также у него сохранялся ЭКОК 0.1 то есть пациент был работающий и в тот момент с учетом его возраста с учетом отсутствия клинической симптоматики мы приняли решение о продолжении монотерапии авилумабом при прогрессировании заболевания и получается с августа 2018 по май 2019 пациент получал монотерапию авилумабом в монорежиме каждые 12 каждые 14 дней последнее введение авилумаба у пациента было в мае 2019 года в мае была очередная оценка динамики у пациента выявлено продолжение прогрессирования заболевания по сравнению с предыдущим прогрессированием заболевания и принято решение с точки зрения клинической наверное пользы для пациента смена линии лекарственной терапии тогда встал вопрос что пациенту назначать мы воспользовались всеми возможными рекомендациями в нашем арсенале тогда была либо комбинированная терапия ленватинит плюс эверолимус либо неволумаб вот 2 возможных наверное но с точки зрения того что у него только сейчас закончился велумаб мы неволумаб даже не смогли расценивать и решили ему назначить комбинированную терапию оксетинит плюс ленватинит в тот момент у нас как раз открывалось клиническое исследование наверное компании САЙ где ленватинит сравнивался в разных дозировках 18 и 14 миллиграмм на первом курсе с увеличением последующим увеличением дозы с комбинацией с эверолимусом куда в принципе и был включен наш пациент и с июня 2019 года пациент начал лечение по комбинированной лекарственной терапии по схеме ленватинит эверолимус с июня 2019 года по 5 августа пациент получал комбинированную лекарственную терапию по схеме ленватинит 18 миллиграмм плюс эверолимус 5 миллиграмм в сутки но буквально через наверное около полтора месяца два месяца от начала приема по контрольным анализам у пациента были выявлены нежелательные явления такие как повышение уровня печеночных ферментов АСТ третьей степени АЛТ второй степени повышение уровня липаза третьей степени гипофосфат иния второй степени и тромбоцитопени третьей степени соответственно ввиду повышения печеночных ферментов третьей степени липаза третьей степени тромбоцитопени третьей степени нам мы прервали лекарственную терапию комбинированную ленватинит плюс эверолимус дождались разрешения нежелательных явлений до первой степени. И с августа 2019 года начали пациенту лекарственную терапию по схеме ленвотиниб в дозе 14 мг. Мы снизили ленвотиниб на один уровень с 18 до 14 мг. При этом эверолимус пациент также продолжал принимать в дозе 5 мг ежедневно. Данный режим лекарственной терапии, ленвотиниб в дозе 14 мг в сутки плюс эверолимус 5 мг в сутки, пациент получил с августа 2019 по ноябрь 2020 года. В ноябре 2020 года при прохождении ежемесячного осмотра, включающего в себя и забор анализов крови на общий биохимический, на уровень гормонов щитовидной железы, у пациента вновь выявлено нежелательное явление второй-третьей степени в виде повышения уровня АСТ третьей степени, повышение уровня АЛТ третьей степени. Также была проведена временная отмена лекарственной терапии, комбинированный ленвотиниб в дозе 14 мг и эверолимус 5 мг. Далее, после разрешения данных нежелательных явлений до первой степени мы вновь пациенту вернули на комбинированное лечение, но я снизила дозу ленвотиниба еще на один уровень до ленвотиниб 10 мг в сутки плюс эверолимус той же дозе 5 мг в сутки. И с декабря 2020 года по настоящее время, уже в рамках рутинной клинической практики, пациент продолжает лечение по схеме ленвотиниб в дозе 10 мг в сутки плюс эверолимус 5 мг в сутки. В принципе, на данном слайде представлены все нежелательные явления, практически все нежелательные явления, которые мы встречали на фоне комбинированной лекарственной терапии ленвотиниб плюс эверолимус. Это действительно была у нас диарея второй степени. Здесь в качестве, наверное, сопутствующей терапии мы использовали, как уже было ранее сказано, это лапирамид, имодиум. То есть первая актификация у нас пациент принял 4 мг, после каждого следующего это 2 мг. Но здесь хочется отметить, что не только лапирамид мы использовали, но мы использовали смекту, а также у нас пациент периодически заваривал кору дуба, а также он принимал черноплодку, то есть ягодки, которые вяжущим дубящим эффектом обладают. Кроме этого у пациента, как я уже и говорила, было повышение печеночных ферментов, это СТЛТ 2-3 степени, а также уровня липазы 3 степени. Здесь мы использовали в основном гепатопротекторы, гептрал, гептер, эссенциали, курсофальк нам, кстати, очень сильно помог в нормализации показателей печеночных ферментов. Ну, гипофосфатомию, вот, наверное, может кто-то у меня из терапевтов может как-то посоветовать, но лечение мы не проводили. Снижение аппетита второй степени. Пациент питался высоко белковой пищей, и даже в эпизодах определенных, когда у него было снижение выраженной аппетита, то есть мы ему назначали дополнительное питание в виде нутридрингов и нутрилонгов. Ресурс оптимумов. Благодаря тому, что мы, в принципе, смогли пациентам на фоне данной лекарственной терапии нормализировать диарею, скорректировать и привести ее к первой степени, а также дополнительное питание и высоко белковая пища, мы смогли сохранить, что у пациента на протяжении всего лечения, да, мы отметили снижение массы тела, но это снижение массы тела было в первой степени, то есть оно входило в 10% от исходного массы тела пациента, снизилось на 10%. Кроме того, пациент на фоне лечения отмечал изменение вкусовых ощущений, он говорил, что у него такое ощущение во рту, что у него не было выраженного стоматита, никаких язв, у него не было, но было какое-то чувство обожег слизистую оболочку ротовой полости. Действительно, все эти нежелательные явления, они связаны с комбинированной терапией ленвотиниб плюс эверолимус, и действительно, это комбинированная терапия, нежелательные явления мы наблюдали и от ленвотиниба, и от эверолимуса, они к комулировались, соответственно, выливались более тяжелые. Данные нежелательные явления, в принципе, на фоне сопутствующей терапии, вовремя назначенной и правильно контролируемой, мы смогли корректировать и смогли сохранить данную линию лекарственной терапии нашему пациенту, несмотря на то, что пришлось действительно снизить нам уровень ленвотиниба с 18 до 10 мг, но несмотря на это, на фоне проводимого лечения и даже сниженной дозы до 10 мг в сутки ленвотиниба, мы смогли достичь, в принципе, частичного ответа на лечение, уменьшение измеряемых проявлений болезни на 35% и стабилизацию по неизмеряемым проявлениям болезни. Ну, здесь схематично представлен весь наш путь нашего пациента, от нефроэктомии до лечения метастатического уже светлоклеточного рака почки. Всего пациент у нас живет с подтвержденным диагнозом 59 месяцев, лечим из них мы его метастатический процесс 53 месяца, а если посмотреть на комбинированную терапию, то он уже практически у нас получает ее в течение более, по-моему, двух лет. И в настоящий момент пациенту буквально вчера было сделано контрольное обследование, у нее сохраняется частичный ответ на лечение, и он продолжает лекарственную терапию в дозе ленвотиниб 10 мг плюс эверолимус 5 мг ежедневно. Здесь, в принципе, представлены результаты исследования о возможных последующих вариантах лечения, а также о снижении дозы комбинированной терапии и как она отражается на эффективности лечения. Спасибо всем за внимание. Если есть вопросы, я рада ответить по нашему пациенту. Екатерина Вячеславовна, спасибо большое за клинический случай. И в основном такие больные у нас, которые получают комбинацию, мы видим вот эти побочные эффекты. Практически все, которые были перечислены мной, в моей презентации они присутствовали. Единственное, не было гипертония. Гипертония это была? Нет. А он пациент молодой, у него изначально не было. У нас был же дневничок пациента в исследовании в течение практически полутора лет. У него даже не было бы повышения давления выше 125, как ни странно. Хорошо. А можно один вопрос? Да, прекрасно. Прекрасно, что не было гипертония. А вот мне интересно как раз продолжение дискуссии с Рустемом Айратовичем по поводу тромбоза в воротной вены. Да, вот это очень интересно. Здесь очень долго обсуждали на самом деле. Очень долго обсуждали с медицинскими советниками компании Pfizer. Но на самом деле я не очень склонна верить, что это прямо напрямик связано с оксетинибом и отменно оксетинибом. Но здесь пришлось мне просто выбирать. Либо отменять все, либо пациенту что-то оставлять. Да-да, вы знаете, вопрос заключается. Вот у вас же там такой цитолиз. Если это третья степень, то, видимо, ЛТРСФ 20 раз были повышены. Ну, это на фоне Ленбадин и Павиролима. Стромбоз у него был на фоне лекарственной терапии оксетинибом плюс авилумаб. Так тромбоз разрешился или нет? Или просто не контролирует? Нет, тромбоз полностью был разрешен. Пациенту была назначена соответствующей терапией со судистым хирургом. И по данным УЗИ контрольного у него полное разрешение тромбоза. У него на данный момент тромбоза нет. Понятно. То есть он получает профилактические сейчас антихагулянты? Нет, он не получил. Спасибо. Ну, а тромбоз с чем был связан? С оксетинибом или нет? Раз отменили... Ну, я связала с оксетинибом. По-моему, мне... Там нет такой побочки в оксетинибе? Да, абсолютно верно. В оксетинибе нет. В оксетинибе под вопросом. Хотя причина тромбоза здесь не ясна. Но в данном случае я выбрала связь с оксетинибом. В нежелательных явлениях, как с оксетинибом, инструкции препарата про тромбоз, ничего вообще не звучит. Но и про вилумаб. Я тоже под вопросом, что это связано с вилумабом. А вы почему хотите связать именно с лекарственными препаратами? Ведь рак почки относится как раз к состояниям, которые увеличивают риски тромбозов сами по себе. Ну, нижний, нижний. Даже к весной. Возможно, это связано с какой-то действительно злокачественным образованием почки. Ну, тут причин было много, но с учетом того, что у пациента был тромбоз, с учетом возможных рисков, ему нужно было что-то принимать решение. Я согласна, что рак почки сам по себе вызывает склонность у пациента к тромбообразованию. Ну, и был вопрос у вас по поводу гипофосфатемии. Конечно же, в этой ситуации, скорее всего, основная причина гипофосфатемии – это малябсорбция на фоне желудочно-кишечной токсичности. Как только вы все исправились... А как-то ее лечить надо, эту гипофосфатемию? Справляться с малябсорбцией. Вы все правильно абсолютно делали. Вы корректировали диарею и тем самым снижали риски электролитных нарушений. Там, ну, в зависимости от цифр, там иногда назначают заместительную терапию. Но это совсем уже выраженная гипофосфатемия. Поэтому лучшее, что нужно было сделать – это нормализовать стул в этой ситуации, конечно. Ну, да. Ну, у нас есть еще вопросы по этому клиническому случаю. Я думаю, все подробно. Мне кажется, там не было каких-то существенных ошибок сделанных, да, вот в коррекции. Дозы и в коррекции вообще лекарственные. Ну, а у нас не было кожных осложнений, поэтому, я думаю, что… Кожных не было. Не было. Да, Евгения Афанасьевна, она в втором клиническом случае будет больше активно участвовать. Ну, мы двигаемся дальше. У нас клинический случай из Кемерово. Первакова Наталья Ивановна. Кузбасский клинический онкологический диспансер. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рада представить вам наш клинический случай, наш опыт лечения пациента комбинацией линвотиниб-эверолимус. Значит, пациент Г. 1972 года рождения, мужчина 49 лет. Всего 30 лет. Тогда он впервые обратился за медицинской помощью в связи с повышенным артериальным давлением. Установлен диагноз ракливой почки Т3АН0М0, третья стадия. Из сопутствующей патологии выявлена ишемическая болезнь сердца, состояние после маммарно-коронарного шунтирования в августе 2019 года, а также стентирование в сентябре 2019 года. В июле 2002 года выполнена нефрактомия, гистологический диагноз, почечноклеточный рак, светлоклеточный вариант. В ней города Томск проведено 3 курса адъювантной иммунотерапии реоферона по 30 миллионов единиц и один раз введение венбластина 12 миллиграммов. В ноябре 2011 года, то есть через 9 лет, выявлено прогрессирование метастаза в левую плечевую кость. Пациент определен по шкале, как пациент промежуточного прогноза в связи с уровнем гемоглобина менее нижней границы нормы и концентрация скоррегирована по альбумину кальция в сыворотке крови более 2,4 миллимоль на литр. 17 ноября 2011 года выполнена тотальная биопсия и резекция верхней трети плечевой кости, криодеструкция, цемент, металлоустеосинтез. Подтвержден метастаз почечноклеточного рака. Более 4 лет пациента ничего не беспокоило и в 2016 году появление болевого синдрома в левом плече. 25 февраля 2016 года выполнена биопсия участка плечевой кости, широкая плоскостная резекция плечевой кости, онкологическое эндопротезирование. Все выполнено в Томске. Более полутора лет стабилизации и в ноябре 2017 года прогрессирование по КТ. В КТ выявлен метастаз с 10 левого легкого до 6 мм метастаз в единственную почку 16, 21 и 19,5 мм наибольшим измерением. С февраля 2018 года начата первая линия таргетной терапии суруфеник. Стабилизация заболевания составила 29 месяцев. В июне 2020 года прогрессирование. По данным КТ выявлены метастазы в 6-7 грудные позвонки без угрозы патологического перелома и распространения в позвоночный канал. В С10 левого легкого очаговое образование 6,7 на 8,7 мм в теле 6 грудного позвонка с переходом на правую дужку определяется участок литической деструкции с формированием мягкотканного компонента общими размерами 15,8 на 26 мм. При лежащей половине головки и шейки 6 ребра аналогичен тип деструкции на протяжении 27 мм. В заднем левом секторе тела 7 грудного позвонка участок литической деструкции 12,4 и 16 на 12 мм. В правой почке 3 очаговых образования без динамики 19,5, 19,5 и 15,5 накапливающее контрастное вещество. С июня 2020 года старт второй линии самостоятельной таргетной терапии ленвотинипа веролимус. Рекомендованы инструкции в дозе 18 мг в сутки ленвотинипа веролимус в дозе 10 мг в сутки через день из-за отсутствия с наличием кодиологического заболевания. Пациенту были разъяснены возможные иски лечения о переносимости какой-то пищи, а также дневника контроля за артериальным давлением. Перед началом лечения проведена оценка функций щитовидной железы. Изменений выявлено не было. В течение первых трех месяцев контроль общего анализа крови, биохимического анализа крови и общего анализа мочи проводился каждые 10 дней. Существенных изменений в анализах выявлено не было. В августе 2020 года проведена палеоативная лучевая терапия на область метастазов 6 и 7 грудных позвонков в разовой дозе 5,5 и 8 грей и суммарной дозе 29 грей. Через 4 месяца от начала терапии в октябре 2020 года образование ВС-10 легкого без динамики склерозирования очаголитической деструкции 6 грудного позвонка уменьшения мягкотканного компонента и образование в единственной почке без изменений размером количества, то есть стабилизация по критериям рецепт. Через 8 месяцев от начала терапии очаговое образование в левом легком без изменений, образование правой почки без изменений размеров и количества, метастаз в теле 6 грудного позвонка и 6 ребра справа без изменений размера, с уменьшением степени правого бокового стеноза и с регрессией мягкотканного компонента. Метастаз тела 7 грудного позвонка без изменений, то есть также стабилизация. Также стабилизацию мы получили и в мае 2021 года. Прежде всего слабость. По шкале с первой степени купируется, то есть такая слабость, которая купируется у отдыха. Частичное ограничение ежедневной активности отмечает пациент. Пациент работает из дома, удаленный, поэтому отмечал, что в течение дня несколько раз ему приходилось ложиться отдыхать. Диарея не чаще 3-5 раз в сутки. Коллеги, у нас Наталья Ивановна отключилась, видать у нее интернет урыбился совсем. Но мы более-менее же тут видим. Давайте, вот как раз вот слайд, который на слайде видно, все нежелательные явления, которые были. Я думаю, что там больше ничего нет. Там сложная токсичность, но вам может фото какие-то есть дальше. Да, видите, там интернет очень слабый. А меня слышно сейчас? Да, да, слышно. Продолжайте докладывать, пожалуйста. Наталья Ивановна, ну давайте мы будем обсуждать, тогда я так понимаю, что со связью совсем плохо. И вот то, что первый побочный эффект, который был, это слабость. В первой степени это на самом деле достаточно частый побочный эффект. Вот у нее тут слайде что-то появляется. По вашему мнению, если больные получают комбинацию иммунотерапия плюс иммунопрепарат плюс таргетный препарат, слабость чаще всего когда может развиваться? Вот именно при использовании какого из препаратов? Вот у меня вопрос, Елене Курбановне. Вот по вашему мнению, с чем это может быть связано? Вы знаете, ну слабость это же очень частый побочный эффект и на монотерапии, и на ватенибам. И в общем-то мы достаточно часто встречаемся с этим побочным эффектом. Может быть тоже стоит обратить внимание, что потерю веса больше 10% мы лечить уже не умеем. Все вот эти препараты типа мигейса, глюкортикоидов там и прочее, они сопряжены с повышением смертности. Поэтому основная задача это, конечно, профилактика. Поэтому питание пациента это такое же лекарство, как и лекарственные препараты назначаемые. Пациент должен быть проинструктирован о том, что у него должно быть не меньше грамма белка в день. То есть он должен съедать 100 грамм мяса, рыба, творог. Каких-то 5 наименований по 100 грамм он должен съедать каждый день для того, чтобы восполнять потерю. Массы тела. Потому что когда масса тела уже снизится и слабость будет прогрессировать уже из-за саркопении, мы сделать ничего не можем. И второй компонент это комбинация физических тренировок, причем это и аэробные, и силовые физические нагрузки. Это, в общем-то, наверное, лучшее, что мы сделать можем для профилактики слабости. Ну и коррекция электролитных нарушений в том числе. Да. Ну здесь, я так понимаю, что... Сейчас я отлистаю туда. Вот, гиарея. 3-5 раз в сутки. Ну, я так понимаю, что пациент получал лапирамид. И это как бы помогло ему. Опять же, у этого пациента не было гипертонии, по крайней мере, я не заметил. Извините, а можно один комментарий? Там зато в анамнезе был отчетливо высокий сердечно-сосудистый риск. У пациента было орто-коронарное шунтирование, стентирование коронарных артерий. Вот это как раз тот случай, когда нужно не только контролировать гипертонию, но нужно контролировать все факторы риска. То есть он должен был получать дезагреганты и статины, помимо такой антишемической терапии, которую он, видимо, получал тоже. Поэтому вот к этому пациенту, конечно, вот его должен был лечить кардиолог совершенно точно в сообществе с онкологом, потому что там нюансов, конечно, будет очень много в его ведении. Ну, скорее всего, так и было, просто в презентации не прозвучало, что больной получал параллельно, какие есть сопутствующие препараты. Наталья Ивановна у нас отключилась. Наталья Ивановна, по-моему, сейчас слышит нас, и я бы хотела ей задать вопрос. Вы слышите меня? Скажите, пожалуйста, вот у пациента была диарея, наверняка были изменения со стороны слезистой. Не было ли стоматита у него, не жаловался ли он на подогнение в принятии пищи, глотание, ничего не было, не было демонстрации стоматита или кожных изменений, но была диарея выраженная. Конечно, конечно, наверно, был стоматит, который был бы таким предвестником, наверное, развития. Ну, тут сложно, конечно, там, кардиологическое точное зрение, тут нужно, наверное, вместе подключаться для коррекции всех этих изменений. Но мне бы, конечно, хотелось прокомментировать кожные изменения, и, к сожалению, я не могу этого сделать, так как у нас связь с попавчиком. Нет, Наталья Ивановна уже не может подключиться, она не слышит нас и не видит, к сожалению. Но, в принципе, опять же, очень похожий случай на первый, что очень много побочных эффектов, и мы видим, ну, у большинства больных именно такой широкий спектр нежелательных явлений, которые надо уметь корректировать. Я даже вообще не представляю, что как можно больному назначить, отпустить его, и при этом, чтобы у него не было какой-то поддержки со стороны докторов. Ну, по крайней мере, чтобы корректировать. Потому что сами онкологи не смогут справляться. Я уже говорил об этом, что чаще всего больным отменяют линию терапии, они теряют и назначают там уже третью, четвертую и последующую линию лечения. То есть этого, конечно, делать не надо. И вот, опять же, я сегодня пытался выяснить, гипертония, там, в любой степени она оккупируется, кожная токсичность, она оккупируется, желудочно-кишечная оккупируется. То есть нам надо все же, чтобы пациент получал лечение какое-то, поддерживающее лечение, для того, чтобы оккупировать эти побочные эффекты, чтобы пациент, по крайней мере, эту линию не терял. Если он вылетает, то есть теряет эту линию только по причине прогрессии, а не по причине нежелательных явлений. Вот это надо, конечно, помнить. Тем более, если сейчас в первую линию войдут стандарты уже, и уже, скорее всего, войдут комбинированные схемы уже в первую линию, тот же пембролизумаб, сленуитинибом, то понятно, что эта линия очень эффективна и быстро заканчивать, то есть заканчивать необоснованно, это, конечно, будет очень неправильно. Ну и давайте, Елена Курбанова, есть у вас что-то сказать напоследок? Потому что я так понимаю, что мы будем завершать. Микрофон выключен. Вам нужно микрофон выключить. Практически все мы обсудили, наверное, за исключением протеинурии. Да, вот вы в своем закладе уже остановились на том, что это важно контролировать. И еще раз хотелось бы подчеркнуть, что все-таки точная оценка протеинурии предполагает, конечно же, измерение суточной мочи и именно количество белка, которое теряется за сутки. Для того, чтобы, опять же, своевременно принять решение о коррекции терапии, вот в последнее время прямо достаточно много пациентов, у которых такая уже нефрактическая стадия протеинурии развивается. Поэтому, ну, немного, трое, да, в общем взгляд. Но это много. Спасибо, что у вас микрофон выключен. Спасибо, Арабович. Я услышала вашу микрофон. Так. Евгения Фанасьевна, можно громче говорить? Вы просто тихо очень говорите. Почти в экране, мне кажется, у меня уже много. Вот сейчас хорошо, да. Получается, что сочетание иммунной терапии с таргетной терапией, конечно, приведет к повышению кожных реакций. И я бы хотела, чтобы вы, конечно, обращались за помощью к антроматологу, потому как в рекомендациях, даже НССН, там идет рекомендация только использования культикостероидов. И даже там достаточно высокие дозы, которые, по сути, отменяют уже эффект иммунной терапии. Кроме иммунной, кроме дермонных препаратов системы, существуют циклостатики для очевидения псореза подобных. Существуют другие препараты, эти же биологические препараты, анаклональные тела, таргетные препараты в дерматологии, которые оказывают намного меньше побочных эффектов, чем системная кортикостероидная терапия. Но это, конечно, можно знать дерматолог, который лечит такие дерматозы, у которых похожие эти реакции. Поэтому, конечно, дальнейшее развитие, вот такой поддерживающей терапии, и, ну, скажем, такое наше командное отношение, которое сплачивается с, скажем сказать, с семинаром. А дальше мы с удовольствием, поддерживаем и ждем новых встреч. Спасибо большое, Евгения Афанасьевна. Но, опять же, я скажу о том, что когда был один препарат, это одни побочные, два препарата уже в два раза больше будут. А сейчас уже идут исследования, где по три препарата, то есть триплеты используются, и побочка, понятно, что будет усиливаться. Но вы знаете, не всегда. Вот, кстати, был слайд, я не знаю, там акцентировал я внимание, ну, тоже и веролимус, и линботениво. Отдельно, по крайней мере, что касается кожных реакций, отдельно ладонно-подошвенная кожная реакция на эверолимус или двотенник выше, в процентном случае чай, в комбинации. То есть, как бы, иногда такие таргетные препараты, в общем-то, дополняющие друг друга по эффективности рака, уменьшают побочные эффекты с точки зрения антримотологических желудочных реакций. Также, например, ингибиторы BRAF с ингибиторами МИК при лечении меланомы, они также при сочетании достигают эффекта при лечении меланомы и в то же время уменьшают кожные побочные реакции. Поэтому будем надеяться, что такие триплеты, как вы говорите, дойдут ли не что-нибудь? Ну, я надеюсь только, потому что, ну, там 22 миллиграмма ДОЗа использовалась, и 18 все-таки существенно. Ну, ладно, это отдельные уже вопросы, не сейчас будем обсуждать. Но, в любом случае, тогда я буду завершать потихоньку, потому что мы втроем остались, и у нас слушатели еще есть. Еще раз напомню, что понятно, что с внедрением новых схем, и ленватинепа. Вот сейчас, если посмотреть, уже, там уже показания, я думаю, ну, десяток как минимум уже, где можно использовать практически при всех локализациях, в большинстве локализаций, ленватинепа куда-то входит. Там первая, вторая, или там последующие линии. Поэтому, конечно же, нам важно уметь управлять этой токсичностью, то есть знать все побочные эффекты. Мы сегодня все обсудили, ну, по крайней мере, назначать там, ну, хотя бы минимум какой-то. У нас, конечно, не будет возможности в тех же регионах отправить пациента в Москву, потому что в регионах, я уже имел беседу с докторами, они сами назначают лечение, у них нет терапевтов, там, дерматологов, которые бы смогли назначить правильное лечение, именно лечение по бочке. Поэтому, конечно же, надо вот это развивать направление, то есть чем больше препаратов, чем больше показаний, тем нам больше будем сталкиваться с этими побочными явлениями. И, конечно же, нам важно уметь управлять и поддерживать максимально возможные дозы препаратов для того, чтобы достичь максимального эффекта. Ну, я еще раз хочу поблагодарить вас всех за участие, за участие слушателей, за уделенное время и пожелать всего наилучшего и до новых встреч. До свидания. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok